Продолжение следует... Содержание моего доклада практически отражено в названии. Есть замечательное святое место в Индии, где многие годы жила выдающаяся гениальная семья Рерихов. В этом месте была прекрасная идея создать научный институт, который контактировал бы со всем миром и нес бы новые знания и новое отношение к закону. Я неоднократно был в Индии, был в этом месте, был вместе с Михаилом Николаевичем. И там мы много раз обсуждали проблему возрождения этого института, который был задуман Рерихами. Одна поездка была специально направлена на то, чтобы посмотреть, что можно сделать и как можно было бы восстановить, возродить институту Руслати. И чем бы он мог бы заниматься по существу? Безусловно, по существу этот центр, так сказать, вот такой замечательной природной экологической зоны Индии и всего мира. Это Гималайи, и там множество возможностей исследования, этнографических исследований, исторических исследований, исследований экологии и многих других аспектов научных. Но есть проблема. Это место достаточно удалено от цивилизации. Там есть проблемы с энергетикой, есть проблемы с дорогами, есть проблемы с тем, чтобы там можно было осуществлять, непрерывно осуществлять, так сказать, живой настоящий эксперимент. Но это святое, можно сказать, намоленное место. И вот у нас возникала такая идея, что это место, во-первых, должно превратиться в замечательный музей, который будет памятью создателей Руслати. Семьи Рерихов и руководителю Руслати Юрия Николаевича Рерихова. Там есть все необходимые атрибуты для того, чтобы этот музей в полной мере был организован. Кроме того, это замечательное место, куда могли бы регулярно встречаться выдающиеся люди планеты. Это такое место привлекательное, куда многие выдающиеся, авторитетнейшие люди планеты с удовольствием приедут, если это должным образом организовать. Возникла такая идея создать в институте Руслати, создать, организовать такой форум регулярно действующий, создать такой совет старейшим, людей, которые пользуются в мире высочайшим доверием, людей с высочайшими нравственными принципами, людей абсолютно неравнодушных к тому, что творится на планете и в мире, а людей, которые умудрены знаниями и опытом и величайшей ответственностью за судьбу мира. Эта идея обсуждалась сначала кулуарно, потом мы почувствовали, что эта идея, так сказать, она принимается. Она обсуждалась с индийскими учеными и государственными и общественными деятелями, в частности, с таким замечательным ученым и государственным деятелем, как Мурли, Манахар Джоши. Мы неоднократно обсуждали эту проблему с Кулкарни, который был советником тогдашнего премьер-министра Вачпая. Мы говорили на эту тему с многими-многими людьми, с Вайпи Кумаром, который курировал науку и международные связи. И эта идея нашла отклик у нас в России, и я помню, вот один из моих последних приездов в Индию и нашу встречу с Александром Михайловичем Кадакиным, который совершенно самостоятельно предложил ту же самую идею. Поэтому это вот как бы висит в воздухе. Эта идея обсуждалась также во время ряда конференций, и в частности во время нашего присутствия на конференции, которая называлась «Диалог цивилизаций», которую возглавлял тогда Якунин. Так что вот это имеет под собой такую основательную историю. Если бы это удалось сделать, я думаю, что это было великим делом на века. Место, достойное и задача чрезвычайно актуальная в настоящее время. Я сказал, что наука является, так сказать, частью культуры. Но и она посвящена, так сказать, главной задачей науки – это получение новых знаний. Но знания, к сожалению, они индифферентны, безразличны к их использованию. Поэтому если вот это не облечь в такую нравственную оболочку, не соблюдать определенных правил, то наука может очень много навредить человечеству и даже погубить его. Есть такая расхожая фраза, над ней посмеиваются. Я услышал ее как-то в средствах массовой информации. Что бы ученые не изобретали, у них всегда получается оружие. Эта страшная фраза, она несправедлива по отношению к ученым, потому что применение зависит от заказчика, от того, кто выдвигает требования по использованию знаний. Для того, чтобы решить вот задачу, и для того, чтобы наука служила во благо человечества, я глубоко убежден, и многие мои коллеги также, что необходимо создать некий правовой документ, который регламентировал во использовании знаний. Эта идея была навеяна мне как-то, вот моим общением с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым в течение многих лет. Он написал декларацию прав культуры, и мне казалось, что вот эти аспекты совершенно необходимы для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие. Это очень ответственная задача. Если такие правила не будут сформулированы, они не будут приняты мировой общественностью, если это не удастся пробить, то знания с неизбежностью будут служить, помимо блага выдающегося, они могут служить разрушению. Сейчас особенно опасное время. Сейчас, если можно так сказать, конец потребительской парадигмы. И наступает новое время, когда человечество должно подняться на новый, гораздо более высокий духовный уровень. Это само по себе происходить не может, это нужно контролировать, сопровождать, помогать становлению этого нового витка развития. А наука развивается в настоящее время совершенно безумными темпами. Каждый день крупное открытие, выдающееся совершенно. Знание, основанное на логике в чистом виде, оно уже, так сказать, не поспевает за появлением новых и новых, так сказать, фактов, с которыми знакомится эксперимент. Поэтому необходимо специально создать систему саморазвития человечества. Потому что логическое знание, это не только мое мнение, но мнение многих моих друзей, которое привело к многим успехам, оно не является высшим знанием. На самом деле есть такая возможность получения знаний, как интуиция, она связана целиком и полностью с нравственностью человека, оно связано целиком и полностью с раскрытием внутренних возможностей человека. Это те проблемы, которые можно было бы в этом святом месте обсуждать. Вот это главное содержание того, о чем я хотел сказать. Я коснулся того, что сейчас новый период, когда наука должна стать более духовной, она должна стать более глубинной, она должна основываться на блестящих, на выдающихся нравственном отношении человека. В этом отношении мы обладаем чрезвычайным богатством. Это живая этика. Живая этика является своего рода такой великой энциклопедией нравственности. И она открывает целый ряд путей, как можно развить в себе эти требуемые, так сказать, качества. И это важно, чтобы это было донесено до многих и многих научных сообществ, общественных сообществ, государства и так далее. Я хотел бы сказать, что вот это место святое, Урусвати, Долина Кулу, там, где жила и творила вот эта великая семья Рерихов, что это место, оно с другой стороны еще олицетворяет глубинные взаимоотношения, глубинную связь между двумя великими народами, между Россией и Индией. И это открывает дополнительные возможности. А теперь я хотел бы сформулировать всего несколько статей из Декларации прав науки, поскольку это разъясняет смысл моего сообщения. Итак, значит, я их просто защиту. Статья первая. Творчество и углубленное знание о Вселенной принимается как основное предназначение развивающегося человечества. Одной из главных задач в этом направлении является формирование и расширение сознания. Этой фундаментальной задачей в основной своей части и должен быть подчинен процесс воспитания и образования, в том числе и процесс подготовки ученых. Статья третья. Знания не должны приносить вред человеку. Они могут быть использованы только во благо. Знания не должны находиться в пассивной форме, если необходимо их применение для осуществления процессов развития, прорыва на пути восхождения, а также в случае необходимости преодоления опасных тенденций и ситуаций. Распространение и использование знаний, могущего принести вред человеку, недопустимо. Статья четыре. Очень важное, я считаю, знания, последствия распространения которых не удовлетворяют научным критериям безопасности для жизни человека и планеты, не могут быть предложены к реализации. Статья шесть. Знание должно оберегать сознание, способствовать его расширению и формированию, ориентировать на восхождение к высшим духовным ценностям. Недопустимо использовать знания для манипуляции сознанием и бесконтрольного проникновения во внутренний мир человека. Статья девятая. Знания, необходимые для сохранения, поддержания жизни, служащие охране здоровья человека и способствующей эволюции человека и общества, должны быть достоянием всего человечества. Сокрытие этого знания недопустимо. Статья двенадцать. Знания сокровенные, которые способны осознать и безопасно употреблять только ученые и мыслители высочайшего уровня, не могут быть переданы на более низкую ступень и в этом смысле являются государственной и международной тайной, охраняемой соответствующими институтами и процедурами. Я хотел бы привести из живой этики несколько фраз. Тайна не есть преграда, но лишь охрана пути. Сокровенность есть сокровище нерасхищенное. Утрата соизмеримости есть потеря пути. И, наконец, я хотел бы привести еще одну статью, по моему мнению, чрезвычайно важную. Это статья шестнадцать. Недопустимо, чтобы использование знаний в интересах бизнеса опережало научное обоснование безопасности использования этого знания. И, наконец, статья двадцатая. Государство ответственно за сохранение знаний, создание и сохранение банков данных, развитие и сохранение научных институтов, научных библиотек, уникальных установок, создание и сохранение музеев науки, техники информационного обеспечения науки. Государство ответственного за сохранение носителей знаний, ученых. Я хотел бы закончить мое сообщение замечательными словами Николая Константиновича Рыриха, который имеет прямое отношение к тому, что я выше сказал. Если вас спросят, в какой стране вы хотели бы жить и о каком будущем государственном устройстве вы мечтаете, с достоинством вы можете ответить. Мы хотели бы жить в стране великой культуры. И тогда вы поймете, что мир будет там, где почитание красоты и знания. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok